всем привет с вами канала и вторая надежда я обещала сделать одним из следующих видео происходящее в жизни мужчины мы посмотрим что происходит у него сейчас что у него творится вообще что в его жизни сейчас случилось чтобы вы знали что происходит с вашим мужчиной и кстати маленькое отступление на тему того что как мои подписчики и как мои зрители влияют на меня у меня на канале очень много умных и продвинутых людей и в какие-то моменты в комментариях вы пишите какие-то моменты на которые стоит обратить внимание вы советуете какую-то литературу вы рассказываете о определенных событиях которые меня наталкивают на определенные мысли и если вы думаете что все проходит просто так я не смотрю я не прочитала или даже если я прочитала то все проходит мимо меня ту девочки это не так я сейчас вам кстати покажу кое-что благодаря моим зрителям подписчикам которые мне советовали зеланда девочки я купила эту книгу я ее прочитаю и очень советовали действительно для того чтобы понимать определенные вещи определенные события в нашей жизни почему так происходит ну и так далее так далее поэтому спасибо вам большое я к вам прислушиваюсь и поэтому я прошу вас не стесняться пишите пожалуйста литературу пишите источники которые на вас повлияли которые позволили ли вам пересмотреть свой взгляд на ту или иную ситуацию не стесняйтесь и знаете что я все вижу и я всегда откликаюсь на ваше сообщение на ваше послание и на ваши комментарии даже если я не отвечаю комментариях много и мне очень сложно ответить на каждый на некоторые я отвечаю если вы видите поэтому пишите рекомендуйте я всегда с благодарностью принимаю вот пожалуйста я вам показываю результат того что вы делаете поэтому до зрители в любом случае влияют на меня зрители подписчики поэтому спасибо вам огромное буду дальше расширять свое сознание буду также как и вы в свое время разбираться с ситуациями в которых тоже бывает случаются затыки с которыми я тоже порой не знаю что делать я тоже живой человек и благодаря вам вашим советам я тоже становлюсь еще чуть ближе к истине и пониманию давайте начнем наш расклад сигнификация мы посмотрим что происходит сегодня ваших отношениях пятерки все конфликтные карты здесь заигрался ваш мужчина заигрался вы не и вы перестали с этим мириться здесь вроде бы в отношениях много уже чего пройдено но сейчас такая ситуация когда мужчина хочет продолжать на какой-то легкости на безответственности а вы уже с этим не справляетесь вы не хотите видеть рядом с собой великовозрастного мальчика вы не хотите видеть рядом с собой мужчину который безответственно относится ко всему тройка кубков это всегда найти позиция такая вот а нам все равно сгорел сарай гори и хата в жизни много проблем ну и ладно а я хочу жить так как я хочу вот такая сейчас позиция у вашего мужчины то есть он не обращает внимание на какие-то сложности а он просто пытается жить так как ему комфортно так как ему удобно и женщина конечно не может это принять для нее вот такая вот позиция жизненная но она ей непонятно все таки человек женщина наша она по жизни борец она по жизни такая личность которая смело смотрит каким-то проблемам в глаза она не боится собственноручно ну вот воздействовать менять как-то исправлять что-то и насколько же была вот такая вот ее реакция когда она увидела что мужчине абсолютно как-то все все равно и фиолетово вот насколько это было удивительно я даже сказала это ее шокировало что это очень сложно сложить словами передать и женщина которая склонила голову которая просто уже не понимает что делать а у мужчины вот ай-на-не-на-не то есть все то что вас волнует все то что вы переживаете о чем вы волнуетесь такое ощущение что ему фиолетовую карта у нас на в таких вот фиолетовых сиреневых тонах то есть здесь понятно что ты не думаешь о каких-то проблемах ты не думаешь о том что нужно что-то решать ты отвернулся спиной и вот ты просто вот звезды с неба хватаешь хотя какие звезды здесь мужчина вполне возможно очень скоро приземлиться невозможно жить в состоянии постоянного кайфа или поиска этого кайфа не женщина уже даже не понимает как можно с этим человеком дойти к определенной точке взаимопонимания как можно с ним взаимодействовать много уже пройдено было но такое ощущение чтобы было пройдено самое главное какая-то точка невозврата здесь женщина уже она не привязывает себя к этому мужчине если раньше была ситуация что мы будем вместе мы вместе туда мы вместе сюда мы вместе это сделаем то сделаем то сейчас женщина не ставит ставку на мужчину не как на партнера не как на помощника не как на советчика не просто как друга мужчина здесь сейчас такой вот обнуленные в ее глазах и пусть даже где-то в душе есть состояние родного человека любому были моменты о которых приятно вспомнить и от который где-то может быть защемить сердце где-то вот мурашки по телу пробегут или бабочки да где-то встрепенутся внутри но в целом это состояние она уже осталась в прошлом самое сложное в отношениях когда они непонятные тупиковые очень проблемные это оторваться от этих отношений здесь у нас дерево корни вот и я всегда говорю что когда ты пускаешь в человека корни глубоко очень сложно эти корни выкорчевать потом женщина здесь смогла она смогла отделиться освободиться ну или перерезать эту пуповину которую которая связывала ее с этим мужчиной это очень большой труд это очень сложный путь который прошла женщина но она просто не стала мириться с эти его поведением она не стала мириться с его видением этого мира она решила послушать себя она решила спросить себя а я здесь кто что я получаю в этих отношениях а что он мне дает и конечно когда она стала сама себе даже просто на какими-то очень простыми фразами отвечать она конечно была в шоке посмотрев что она дает что она делает даже что она готова сделать в дальнейшем для этого человека и увидев реальность через боль да через слезы через переживания но она смогла оторваться от этого человека это когда делаю даже специальные магические практики специальные аффирмации медитации какие-то магические работы для обрыва связей я не знаю девочки здесь было ли с вашей стороны применено какое-то вот из этих вот способов да и если вам несложно если нету в этом ничего такого что вы не хотели бы писать то напишите мне каким образом возможно это тоже действительно будет как ну какой-то наработкой в мою копилку которую стоит проверить которую стоит попробовать и опять же потом в дальнейшем посоветовать другим девочкам ведь очень многое из того что потом приходит именно в мой опыт да в мою практику то что я вам потом рассказываю это действительно реальные истории реальных людей которые собственными руками сделали что-то получили результат далее на собственной шкуре извиняюсь за выражение смогли прочувствовать понять и прийти к какому-то выводу вот но даже если здесь не было применено никакой такой знаете вот практической наработки эзотерического характера здесь в любом случае была проведена очень серьезная работа очень сложная конечно же и я здесь хочу сказать мои хорошие девочки браво вы у меня очень сильный вам не очень мудрые и здесь вот просто других слов наверное я сказать и не могу да по большей части здесь показана женщина свободно даже если остались какие-то сантименты остались моменты там небольших привязанности к этому человеку не может быть он вам что-то должен или он вам пообещал а вы в этом нуждаетесь то вы глобально уже в любом случае не видите себя рядом с ним могут быть такие вот промежуточные моменты которые сейчас мы вот доделаем недоработки да это допустим как в глобальном ремонте там или в глобальной стройке то есть уже по большому счету все закончено но осталось там допустим весь мусор убрать и сделать влажную уборку вот что-то такое уже незначительно по сравнению с основным вот масштабом мероприятия вот и у вас такое здесь может быть но по большому счету я здесь не вижу женщину которая бы цеплялась которая бы на коленях будет стирая их в кровь до полосла бы за этим мужчиной и вот во что бы то ни стало она готова была быть быть с ним вот просто так по умолчанию потому что он такой прекрасный и расчудесный давайте посмотрим вашего мужчину теперь конечно же если эта сигнификация ваша если каждое слово она действительно проходя через вас вы понимаете что да это ваша ситуация вы это так чувствуете то мы посмотрим что происходит в его жизни сегодня сейчас что творится у него посмотрите вот жесткий застой то что король мечей это всегда карта жесткости это всегда карта когда ты понимаешь что ты это не можешь проигнорировать тебе с этим нужно как-то взаимодействовать это не та ситуация которая рассосется сама по себе и эта ситуация пришла в твою жизнь надолго я хочу ренорман взять еще посмотреть что приход что происходит что за застой кто-то его здесь посмотрите обманул или обхитрил у мужчины были большие планы грандиозные своего кого-то прорыва может быть переезда там смены работы вашего мужчину здесь поставили здесь рядом с ним есть человек или люди которые используют вашего мужчину своих собственных целях и они помогли ему на все его планы и ожидания поставить такой но может быть не жирный крест но много точие здесь как минимум то есть то что он планировал сделать в ближайшие дни это откладывается как минимум на ближайшие месяцы вот здесь вот корабль и леса здесь мы всегда скажем это забранная забранная удача да или это ворованная удача просто кто-то воспользовался его ситуации кто-то воспользовался его там наивностью и доверчивостью и решил сыграть в свою собственную сторону здесь еще есть одна интересная колода я тоже хочу уже в этом на складе посмотреть как она себя проявит и он вообще ваш мужчина оказался в позиции что он вообще никому сейчас посмотрите не может доверять что-то вашему ваш мужчина здесь в такой какой-то знаете очень грустной ситуации находится его вели за собой я тебе помогу я тебе подскажу да вот слушай меня а потом посмотрите здесь раз и просто придавили его за кем-то пошел ваш мужчина кого-то он послушал повелся на обещание решил что вот его как это правильно это сказать вот синяя птица которую он держит за хвост в итоге его здесь обманули но я хочу сказать здесь не потому что его такие знаете люди через чур плохие которым он доверился здесь еще и его самонадеянность потому что здесь посмотрите карта его учили одному здесь банально да мы берем чтобы ты берешь ласты ты берешь спасательный круг ты одеваешь маску а у нас здесь нога до что он делает а у нас здесь нога на спасательном круге маска трубка кислородная через которую ты дышишь она у него опущена на воду то есть он решил что ему можно он решил что чтобы он не делал у него все будет хорошо и вот этот вот шар вот здесь груз да вот это вот его самоуверенность которая его теперь и придавила ваш мужчина пошел да на поводу у обещаний ваш мужчина пошел за идеей что он теперь вот всемогущий да у него все будет и все будет хорошо по итогу самоуверенность самонадеянность я думаю вот этот вот человек который учил его техники безопасности я думаю это именно вы и были потому что здесь как предупреждение с вами он мог бы здесь надеяться на все хорошее вы его могли вывести а он решил свернуть совсем другой дорогой не в итоге что имеем то имеем знаете жесть как она есть я не скажу здесь по-другому здесь у человека сейчас одновременно одномоментно схлопнулась много возможностей и в этом он сам здесь виноват кому он доверился тому кому доверять однозначно нельзя было девочки вы его здесь однозначно предупреждали говорили напоминали намекали эта информация есть в его голове а ведь вы его предупреждали он вас не послушал до него дойдет спустя какое-то время он будет пазл за пазлом складывать все то что вы мы вы вы ему говорили все то что происходит в девочки он поймет что его здесь жестко обули и он из этой ситуации постарается выйти здесь не быстро девочки получится потому что здесь ситуация такая знаете вот как болото да вот или липкая как вот лента для мух то есть сказать что он прикоснулся к этой ситуации и тут же от нее отскочит как рикошет нет это неправильно потому что он туда шел намеренно но у него просто а свои собственные идеи были я не знаю да здесь мощи не сказали пойдем там вложить свои деньги там и ты их приумножить там тут же через месяц там на 100 на 200 процентов да он вложил свои деньги там ему пообещали в итоге когда наступает срок он пришел не тех людей не его денег нет да а эти деньги ему нужны то есть он на них рассчитывал пока он заработает снова да пока он снова будет ресурсным вот здесь о чем потому что здесь в каждой истории будут свои собственные нюансы да для кого-то здесь будут друзья которые поставили для кого-то родственники которые ему много обещали а в итоге сами сели к нему на шею ну и так далее так далее просто здесь главная ваша роль была в том что вы как ясновидящая вы как предвидец вы ему говорили намекали подсказывали объясняли что его ждет и он только спустя какое-то время сможет понять что действительно ваша правда она была такой какой есть то есть вы его не пугали вы не пытались им манипулировать вы ему просто рассказали просто предсказали его будущее которое его ждет в той ситуации в которую он туда так идет и он девочки кстати я не знаю каким способом напишет позвонит сам придет но он вам расскажет может быть он он передаст это через кого-то там посредник но вы будете знать что у него произошло может быть конечно для кого-то данный расклад уже постфактум вы знаете что у него произошло с какой он проблемой разбирается как его обманули или подставили но вы будете на все сто процентов знать что там у него происходит самыми неведомыми путями это урок должен быть для судьбоносный урок для вашего мужчины который он должен пройти а потому что он ценности не ведь знаете он берега путает он не может для себя определить что же мне наиболее сейчас дорого в чем я могу увидеть свой смысл такое ощущение знаете что он пошел за каким-то кратковременным там единовременным бонусом а в итоге обули нахлобучили его что для тебя более прогрессивная в жизни на в чем ты можешь не просто там спокойно жить но ты можешь развиваться ты можешь приумножать вот его урок пока девочки сказать что он этот урок проходит я не могу потому что здесь он пока еще витает в облака да и просто сказать дайте по девочкам просто в афиге здесь находится или смысл происходящего до него еще не дошел ну то ли еще будет конечно мы будем наблюдать мы будем смотреть как будет развиваться данная ситуация а вам спасибо за ваши советы за то что вы пишите комментируете опять же я повторюсь не стесняйтесь предлагать все то что помогло очень вам в чем-то разобраться лишь кто-то понять да с чем-то справиться я всегда читаю я всегда прислушиваюсь и по возможности я реализую все то что вы мне советуете спасибо вам огромное вы у меня действительно самая лучшая аудитория в моя семья такая большая большая я всех обнимаю спасибо большое что со мной ставьте лайки вверх конечно подписывайтесь чтобы влиться в нашу семью и скоро встретимся пока пока